Для чего нужна четверговая соль? Мешочки с солью выкладывали в кроватку, где спал новорожденный или грудничок. Подобный мешочек вкладывают в колястку. Это способствует лучшему засыпанию ребенка, снижает его беспокойство и тревогу. Таким образом малыш меньше плачет, позволяя отдохнуть родителям. Много вопросов возникает относительно того, куда девать использованную соль, которую высыпали на пол. Ее сметают веником, но не выбрасывают в мусорное ведро, а заворачивают в лист бумаги, выносят на улицу и закапывают под деревом. Для чего нужна четверговая соль? При помощи обряда приготовления четверговой соли можно понять, насколько благополучная обстановка в доме. Для этого соль выкладывают тонким слоем в сковороду и включают огонь. Постоянно помешивая, наблюдают за происходящим. Если соль начинает сильно дымиться, темнеет, трещать, плохо пахнуть, это значит, что на ком-то из дома чатся впорчили с глаз. После такого обряда обычно прибегали к посещению церкви. Соль готовили с использованием лекарственных трав. Четверговой солью пользовались для улучшения отношений в семье. Поэтому, если между супругами разлад, разногласия, частые ссоры, в постель необходимо вложить мешочек с солью. Считалось, что он поможет примириться с супругом. Если родной человек отправлялся в дальний путь, а путешествие обещало бы достаточно трудным, изготавливали небольшую подушечку, которую набивали темной солью. Ее пришивали с обратной стороны верхней одежды. Это защищало человека от людей с особыми помыслами, которые могли ему навредить. Такой продукт широко использовался для оздоровления. Поэтому в период, когда были простуды, серьезные недуги, вся пища солилась исключительно четверговой солью. Четверговая соль когда готовить в 2021-2022 году? Готовили соль особым образом исключительно на страстной неделе четверг. Перед тем, как приступить к приготовлению такой приправы, необходимо было полностью убрать в доме, чтобы в доме царили чистота и порядок. Но затягивать было нельзя, чтобы успеть до заката. То есть до тех пор, пока не сядет солнце. Четверговая соль когда готовить? В 2021-2022 году по традиции четверговую соль готовят в ночь со среды на четверг или в крайнем случае рано утром. Однако сделать это бывает проблематично из-за большого количества дел в этот день. Ведь необходимо убраться в доме, вымыть окна, подготовить жилье к светлому празднику Пасхи. Перед тем, как приступить к приготовлению соли, в доме должно быть уже чисто и убрано. Соответственно, чаще всего хозяйки приступают к приготовлению не в среду, а после обеда в четверг, чтобы успеть до захода солнца. После этого в субботу ее несут в церковь и освещают. Четверговая соль как готовить? Для приготовления четверговой соли требуется примерно килограмм обычного поваренного продукта, который смешивается с рубленными целебными травами. Чаще всего используют душицу, полынь, папоротник, цветы ромашки и календулы. Четверговая соль как готовить? В воде размачивали несколько кусочков ржаного хлеба, отжимали и измельчали в крошку. Все продукты смешивали между собой и пересыпали в посудину. Емкость необходимо поставить в печь на угли и выдержать на протяжении нескольких часов. Необходимо, чтобы соль стала темного цвета. Ее прокаливали до углей. Благодаря наличию в составе целебных трав использовали для лечения, устранения различных заболеваний. Соль считалась целебной не сразу после приготовления. После того как ее выдержали на углях пересыпали продукт в полотняный мешок. Вместе с куличами и яйцами хранили возле образов до субботы. Вечером отправлялись в церковь для освещения пасок, брали с собой мешочек с солью. Там ее освещали вместе с другими продуктами. Это был не просто целебный продукт, но еще приправа, которая отличалась лечебными свойствами. Дома такой продукт хранили в мешочке возле икон. Пересыпали небольшое количество соли в солонку на кухне, применяли для лечения. Четверговая соль. Рецепты. Существует несколько рецептов приготовления этого продукта. Предыдущий вариант один из самых старых. Готовить четверговую соль можно не только с ржаным хлебом, но и мукой. Для этого необходимо смешать 1 кг обычной соли с 12 ложками ржаной муки. Четверговая соль. Рецепты. Необходимо выложить смесь на горячую сковороду и постоянно усреднять по часовой стрелке. Однако это не весь процесс приготовления. Чтобы продукт зарядился положительными эмоциями, необходимо читать молитву про чистый четверг. После того, как смесь станет темной, огонь выключают, а емкость со смесью оставляют остывать. После этого пересыпают в мешочек. Часто готовят четверговую соль с капустными листьями. Для этого необходимо взять несколько молодых зеленых листьев и смельчить в блендере. Смешать с обычной поваренной солью. Далее, смесь выкладывают на противень и ставят в духовку при температуре 300 градусов. Когда масса станет черной, ей необходимо дать остыть, раздробить при помощи ступки и пестика, чтобы соль снова стала сыпучей. Хранится продукт в мешочке или в баночке. На Руси использовали другой способ. Необходимо смешать соль с темным хлебом или закваской, из которой его готовили. Смесь утаптывали в горшочек и запекали до темного цвета. После того, как продукт становился холодным, его измельчали в ступке с пестиком, чтобы цельный кусок соли превратился в рассыпчатый продукт. Прошлогодняя четверговая соль. Что с ней делать? Четверговую соль нельзя выбрасывать. Именно поэтому в следующем году после приготовления новой порции, старую не утилизируют, а продолжают использовать до тех пор, пока она не закончится. Прошлогодняя четверговая соль. Что с ней делать? Существует несколько способов использования, которые помогут поскорее использовать остатки старого продукта. Для этого рекомендовано не только подсаливать пищу, но и возле входной двери насыпать дорожку. Считается, что темные кристаллики будут отпугивать злых людей, а гости с недобрыми намерениями не станут приходить в дом. Это своеобразная очистка, защита помещения от злых людей. Такой продукт добавляют в воду, в которую окунают рябку во время мытья пола. Считается, что этот очистительный обряд позволит избавиться от негатива в доме. Для этого необходимо промыть пол в квартире с солью и несколько раз. Четверговая соль. Ритуалы. Четверговая соль – это продукт, который готовится в чистый четверг и отличается темным цветом. Благодаря целебным свойствам, которыми наделен этот продукт, он широко используется при изготовлении талисманов, оберегов, а также для лечения. Соль использовали для лечения детей, рассыпали по углам в доме. Четверговая соль – ритуалы, ее укладывали в сарай, где живет скотина, чтобы привлечь благополучие и улучшить материальное положение. Такая соль часто выставлялась на стол. Это символ богатства и благополучия. Хранили мешочек с этим продуктом рядом возле икон, так как считали соль священной. Чтобы в семье исчез разлад в отношениях, по углам рассыпали соль. Помещали небольшое количество продукта под кровать. Считается, что злые духи могут проникать под кровать, портить отношения супругов. Если там лежит четверговая соль, они не смогут этого сделать, будут обходить десятой дорогой дом. Обряд сделает жизнь в доме безопаснее и счастливее. Продукт использовали не только для благополучия, но и с целью улучшения внешности. Считалось, если бросить щепотку соли в воду, которой девушка умывается каждое утро, это поможет надолго сохранить ее молодость и свой облик. Очень часто принимали ванны с солью. Сейчас используют для этого морскую соль, а раньше широко применялась четверговая. Ведь при приготовлении применялись лечебные травы, среди которых полынь. Травы, которые входят в состав четверговой соли, успокаивают, улучшают настроение, снижают вероятность стресса. Четверговая соль от сглаза и порчи. Порча несет разрушительную силу и портит не только здоровье, но и личную жизнь. Человек становится очень несчастным и его в этой жизни ничего не держит. Чтобы избавиться от порчи, необходимо воспользоваться одним из ритуалов. Чтобы убедиться в порчи, необходимо понаблюдать за человеком. У него чаще всего ломаются и теряются личные вещи. Часто эти люди подвергаются несчастным случаям, попадают в аварию. Считается, что череда неудач может быть связана с порчей. Чтобы избавиться от вредоносного воздействия, необходимо воспользоваться четверговой солью. Это очень мощное средство против сглаза. Она впитывает в себя плохую энергетику, поглощает злых духов. Для проведения ритуала понадобятся следующие инструменты и продукты. Четверговая соль семь церковных освященных свечей. Носовой платок человека, на которого наведана порча. Четверговая соль от сглаза и порчи необходимо расставить. Мебель в комнате таким образом, чтобы в центре образовалось пустое пространство. Человек, с которого снимается порча, должен тщательно выкупаться, надеть чистую одежду. После этого он формирует круг и свечей, которые необходимо зажечь. Все участки тела необходимо натереть солью по часовой стрелке. Все кристаллы, которые останутся на полу, необходимо аккуратно смести платок, выкинуть за пределы круга и свечей. В ходе процесса необходимо читать заговор. Платок вместе с отработанными крупицами необходимо закопать на перекрестке. На этот перекресток нельзя приходить в течение семи лет, рассказывать о проведении ритуала никому из родных и близких. Чтобы избавиться от проклятия, необходимо проводить ритуал семь дней и подряд. Четверговая соль применения. Соль можно использовать для проведения магических ритуалов, для лечения большого количества болезней. Четверговая соль применения. В старину использовали этот продукт не только для защиты, но и при проведении различных ритуалов для оздоровления. Для людей, которые болеют диабетом, необходимо употреблять этот продукт, добавляя к нему листья черники, девясила и корень цикория. Если человек болеет гепатитом, необходимо приготовить снадобье, которое состоит из смеси расторопшей пижмы, шалфея и четверговой соли. Для лечения болезней мочевыводящих путей лучше всего добавлять соль в почечный чай. Для людей, у которых проблема с суставами и костями, лучше всего добавить в четверговую соль несколько горстей сухих листьев крапивы. Тщательно перед этим измельчив. В смесь добавляется такое же количество зеленой глины, меда и молока. Масса смешивается с одного килограмма четверговой соли и готовится лечебная смесь. Ее прогревают, вкладывают на больные или места. Аппликация должна находиться на больном колене или суставе на протяжении двух часов. Ритуал необходимо проводить ежедневно до тех пор, пока самочувствие не улучшится. Также средство широко используется для лечения болезней дыхательной системы, в частности бронхит и пневмонии. До этого необходимо ополаскивать полученным раствором горло и закапывать по три капли в нос. Чайную ложку четверговой соли стоит растворить в стакане воды, перед этим вскипятив ее и осудив. Раствор должен быть слегка теплым. Интересные статьи о пасхе можно найти на нашем сайте. Соль можно использовать не только внутрь, но и для лечения внешних проблем, которые связаны с волосами кожи. Необходимо принять душ, насыпать в руку небольшое количество соли и тщательно потереть кожу. Соль отшелушевает частички кожи, заживляет мелкие ранки, воспаление. Чтобы избавиться от перхоти, восстановить рост волос, необходимо просеять четверговую соль, выбрать мелкие фрагменты и кристаллики. Небольшое количество продукта возьмите в ладонь, втирайте в кожу головы. Не нужно делать это с усилием, чтобы не повредить эпидермис. После этого локоны тщательно поласкивают теплой водой.